друзья всем привет сегодняшний пост будет таким мотивационным в котором я хотела бы не только немножечко всех успокоить ну и дать кое-какие советы советы эти будут больше относиться к мастерам не просто ко всем людям а именно к мастерам к людям которые изготавливают изделия ручной работы меня зовут инна во всех соц сетях я известна под ником вини нас и я как раз мастер который изготавливает украшения и продаю я их даже не так это моя основная работа я живу за счет того что я изготавливаю и продаю свои изделия поэтому я постоянном поиске как можно продвигаться как можно реализовывать я не теоретик я практик я рассказываю даю какие цели исходя из своей практики и своего опыта на самом начале конечно же мне хотелось бы немножечко успокоить всех граждан россии успокоить в плане того что грядут санкции и нас закроют от многих привычных на нам функций почему успокоить потому что как показывает практика на конфликтах прошлых лет всегда идет нагнетение потому что таким образом очень хорошо управлять людьми всегда как бы пугают самыми худшими прогнозами я не говорю что этого не будет да будет возможно отключение чего-либо но как правило потом идет всегда откат извините я буду кашлять потому что у меня постковидный синдром и я немножечко задыхаюсь а что я имею ввиду откат вот если взять ситуацию там 14 года у нас очень сильно скаканул доллар и евро евро по моему было даже больше ста но потом дало откат и она как-то надо немножечко повысилась относительно других лет но не настолько много вот то же самое касается и каких-то функций потому что если отследить ситуацию допустим на украине когда у них запретили яндекс а соответственно и соцсеть вконтакте у людей там у многих были группы за счет которых они зарабатывали группы эти нарабатывались за многие годы с помощью рекламы было вложение силы денег затрачено много но через какое-то время люди подстроились установили vpn и в общем то дальше стали продавать и зарабатывать я не думаю что все будет настолько прям глобально что нас полностью отключат от всего мира и то что вот сейчас идут слухи о том что отключат инстаграм это было заявление не со стороны инстаграма а отключать собирался роспотребнадзор поэтому и про инстаграм в общем то речи то не шло я специально читала информацию аналитику собирались закрывать фейсбук потому что они отказывались удалять посты негативного характера ну не буду в это вдаваться вот потому и многие аналитики говорят что инстаграм не выгодно россии отключать потому что чтобы не настраивать против себя граждан у нас так сейчас не все просто и если сделать себе как говорится убрать поддержку еще со стороны своих же граждан своей страны то это конечно же глупый шаг поэтому роспотребнадзор еще подумает прежде чем вот так вот глобально все отключить ну а если конечно же будет отключение со стороны америки то не нужно так же расстраиваться у нас давно уже существуют и хорошо функционируют наши отечественные социальные сети площадки где можно так же развиваться вот об этом я сегодня и хотела бы поговорить выдыхаем всегда верим в лучшее это успокаивает это такой отправляем поток положительной энергии не нагнетаем обстановку в общем то во время каких-то конфликтов часто искусственно нагнетают обстановку людьми управлять в этот момент проще всего уходим от этого состояния и тогда мозг включается у нас и мы сразу же придумываем много хороших положительных решений вот я уже в каком-то эфире по моему осенним говорила что я придерживаюсь метода продвижения метод рассеивания когда ты информацию оставляешь о себе на всех площадках не зацикливаешься на какой-то одной а выкладываешь контент который у тебя есть и подгоняешь этот контент под те соц сети на которых ты его выкладываешь вот потому что у нас обстановка всегда шаткая и неизвестно что может произойти нельзя складывать яйца в одну корзину ну как бы это было осенью сейчас уже поздно все бежать исправлять вот поэтому будем делать все необходимое исходя из той ситуации которые есть сейчас если у вас уже есть аккаунты вконтакте в телеграме начинайте их потихонечку восстанавливать даже если инстаграм не отключат это будет огромный плюс вам потому что инстаграм уже давно не дает органический трафик инстаграм уже давно стала площадка для зарабатывания да они дали первым кто вошел в инстаграм первые годы дали возможность набрать подписчиков дали возможность раскрутиться а потом как бы когда хорошо уже прорекламировались когда уже набрали большое количество почитателей они стали выводить все это более на коммерческий уровень поэтому в инстаграме уже сейчас органически развиваться сложно и если вы все усилия сейчас кинете на другие площадки но при этом останется инстаграм вы таким образом не только сделаете себе подушку безопасности но и потом сможете перекачать этот трафик на ваши аккаунты инстаграм поэтому вам по любому надо рассмотреть альтернативные площадки для продвижения своих изделий вконтакте вконтакте очень многие отлично существуют и многие даже не переходили в инстаграм там можно выкладывать галереи вконтакте сейчас сделал функцию можно открывать свои магазины открывать создавать группы группы там закрытые закрытые мастер-классы проводить вконтакте имеет большой функционал который многие просто даже не рассматривали это большая ошибка потому что я знаю что те кто даже не уходил из контактов они шикарно себя чувствуют и конкуренция небольшая на тот момент была ну сейчас наверное конкуренция все таки повысится поэтому будьте первыми будьте первыми не смотрите там что вот сейчас через месяц через два через три это зайду сейчас пока некогда нет делайте все сейчас быстро и потому что сейчас поток желающих кинется вот в альтернативные варианты то конечно потом также будет сложно пробиться как и сейчас в инстаграме дальше у нас есть также шикарная площадка яндекс дзен и она не просто хорошая тем что вы можете там продвигаться продавать а она еще хорошая тем что выйдя на монетизацию вы там еще сможете зарабатывать на том что вы выкладываете ваш контент вы не просто его бесплатно будете выкладывать а вы за это еще будете получать деньги и кстати те кто грамотно ведет яндекс дзен зарабатывают очень хорошие деньги я дублирую все свои видео все свои мастер-классы какие-то небольшие посты я дублирую и выкладываю на яндекс дзен и у меня в общем то уже достаточно раскручена эта площадка но опять же будьте первыми сейчас да нужно быть объективными и понимать что на все нужно время что если вы сейчас войдете вот в данный момент да то какой-то выхлоп у вас будет там через месяц через два через три но это все равно лучше чем вообще ничего просто вы дайте себе вот этот промежуток времени и развивайтесь вот те же 2-3 месяца может быть вы какой-то курс напишите может быть вы еще какие-то сети сможете раскрутить и зарекомендовать себя там вот у нас уже значит вконтакте яндекс дзен дальше телеграм в телеграме я честно не не имела ни группы ни какой-то там странички но поддавшись панике когда все стали печатать что вот закрывается инстаграм я тоже там завела группу но скорее всего группа у меня там будет для набора моей аудитории перекачки из инстаграма этой аудитории а потом когда я уже определюсь где я буду находиться более постоянно потому что как обычно ты постоянно в одном месте здесь находишься а остальные площадки дополнительные как бы знаете как немножечко добавление свежей крови вот и скорее всего вконтакте я буду использовать как группу для перекачки аудитории изучаю эту группу я ничего не могу сказать если к примеру я изучила вконтакте и увидела там огромный функционал видела вот именно для мастеров для рукодельников я не имею ввиду там блогеров обычных да я именно имею ввиду что там огромный функционал именно для людей кто хочет продавать свои услуги или свои изделия вот то вконтакте то есть в телеграмм я не изучила и немножечко я пока не могу под это подстроиться но я его не списываю со счетов потому что в сложившейся обстановки нужно завести во всех во всех площадках свои блоги группы аккаунты для чего еще есть такой фактор везения вот в одной повезло вы выстрелили в площадке а в другой можете много-много усилий приложить и ничего не получится у вас поэтому если вы так точечно-точечно везде заполните информацию какой-то может просто вам повезет его выстрелить почему бы и нет это тоже очень такой вариант который встречается вот поэтому телеграмм это наша как бы соцсеть и блокироваться она пока не будет поэтому тоже как вариант там завести свою группу и выкладывать свои изделия рекламировать сейчас еще хороший вариант время хорошее потому что может быть продаж то не будет не так уж много будет и заказов и у вас может быть появится какое-то окошечко и хорошее время для того чтобы завести свой сайт очень много этих конструкторов на которых можно самостоятельно простенький сайт сделать там все очень подробно все доступно вам предоставляются готовые шаблоны ну уж как напечатать текст я думаю вы сами разберетесь да и выставляете картиночки простенький самый простенький сайт а большинство я почему насчет сайта заговорила большинство иностранцев они продают свои изделия не просто там на онлайн платформах а через сайт но рекламируя его через пинтерест вот то к чему я немножечко так плавненько пришла пинтерест значит я изучила подробно пинтерест но вот немножечко с гадами не хочу быть голословной 19 или 20 год пинтерест продал свои акции и он сейчас немножечко поменял алгоритм и если раньше пинтерест это была поисковая площадка на которой выкладывали пины там фотографии ну какой то контент да то сейчас эта площадка значит немного поменялась и она также выходит на правильно подобрать слово коммерческий уровень там появились новые функции при некоторых некоторых функциях при некоторых манипуляциях правильно сказать при некоторых манипуляциях там можно даже выкладывать видео которые великолепно верусятся которые быстро очень набирают количество просмотров в отличие от фотографий и можно рекламировать свои посты то чего раньше не было и так и вы можете к примеру заведя сайт правильно настроить пинтерест я вот кстати сейчас пишу программу по пинтересту чтобы как оптимизировать свои пины как их продвигать как вообще завести пинтерест как его изначально заполнить вот и это вот большинство иностранцев они именно таким образом продвигают свои сайты потому что русские в большинстве используют пинтерест это как вот папочку с интересными идейками ну можно свои как-то выложить работы там чтобы другие посмотрели и никто не задумывается что пинтерест это шикарный инструмент для продвижения так вот большинство опять вернусь к тому что иностранцы они заводят не заводят не заводят делают сайты выкладывают там свой товар и начинают все это набирать аудиторию для заходов на свои сайты аудиторию аудиторию именно на пинтерест поэтому имеет смысл сейчас рассмотреть эту площадку не думаю что прям все иностранные вот онлайн платформы тут же закроются для нас ну даже если что-то и будет в любом случае установите vpn и заходите на вот эти вот площадки с других айпи адресов вот поэтому шикарный вариант рекламировать себя и продвигать себя на пинтерест поверьте те кто им пользуется и те кто именно вот с пользуются инструментами этого этой площадке для продвижения имеют очень-очень хороший результат реально миллионные заходы бывают иногда инстаграм на все настроишь дальше перейдем к тиктоку тикток как все знают это китайский китайская площадка поэтому вроде бы как не грозит отключение и раньше в тиктоке можно было рекламироваться но заходя через специальный сервис нельзя было прямо вот с тиктока взять и отрекламировать свой пост нужно было заходить специальный кабинет потом настраивать долго я как-то один раз пыталась но почему-то я не помню то ли у меня запросили юридический какой-то адрес то ли какие-то еще документы в общем это было достаточно сложно и раньше чтобы запустить рекламу нужно было выставить стоимость рекламы от двух тысяч в день но те кто занимается таргетом они прекрасно понимают что таргет в любом случае должен откручиваться несколько дней потому что первые дня два где-то это идет работает алгоритм идет поиск вашей аудитории вот и только начинает правильную рекламу откручивать дня с третьего с четвертого и и дальше да и представьте когда вы платите две тысячи в день но это накладно мы знаем что мастера в большинстве своем это голодные как бы это люди которые не зарабатывают миллионы для нас каждая копеечка очень важна имеет значение так вот сейчас вы можете любой свой пост прорекламировать прям с тиктока внутри тиктока за копейки там по-моему минимальная стоимость в день ну что-то или 40 или 50 рублей вот и реклама это еще она недавно только достаточно появилась потому что я может быть несколько месяцев я не имею ввиду что там вчера или в прошлом месяце несколько месяцев вот я уже ее испробовала за там рублей 500 у меня пост набирает тысячи просмотров что значит для нас просмотры это мы набираем таким образом аудиторию и людей которые потом в дальнейшем готовы будут у вас купить поэтому те кто еще не зашел на тикток заходите снимайте видео показывайте ваши работы и рекламируйтесь прямо там же внутри тиктока сама функция рекламы очень простая она немножечко похожа на инстаграмовскую она даже более простая чем инстаграмовская потому что в инстаграме там нужно можно как бы долго выкладывать аудиторию там подбирать какие-то данные здесь все очень пока просто потому что скорее всего в дальнейшем это все будет дорабатываться вот здесь просто зашел выбрал функцию что тебе надо показывать привлекать или может быть свой сайт рекламировать кстати там есть такая функция рекламировать свой сайт вы просто выбираете эту цель и вводите данные вашего сайта тоже кстати если вы попробуете все-таки сделать на конструкторе простенький сайт тоже вариант этот сайт рекламировать на том же тиктоке за очень небольшие деньги поэтому не расстраиваемся ищем варианты продвижения ищем варианты продаж ну это вот то что на данный момент я нашла это то что на данный момент я буду использовать что-то я уже использую буду рада каким-то вашим советом давайте все мы скооперируемся выдадим всю информацию кто какой обладает и на базе этой информации у нас уже будет вырисовываться картина наших дальнейших действий я надеюсь на все самое хорошее я всегда верю в лучшее давайте не будем падать духом а будем работать и я думаю что нам судьба всегда даст шанс который мы должны использовать я всем желаю удачи я за мир во всем мире до новых встреч и ну как посмотреть петель